И расскажу сегодня о теме. Сегодня мы поговорим об установках. Здравствуйте! Как вас зовут? Напишите. Ну, пока нам пишут в чате, тема нашего сегодняшнего эфира – это именно разговор о деньгах, а именно об установках. Члены моей команды знают, что я работаю в сетевой компании, но на самом деле для успеха в любой деятельности, неважно, чем вы занимаетесь, вы либо человек, который успеха достигнет, либо человек, который успеха не достигнет. Как превратить себя из человека, который не достигает успеха, в того, кто достигает, это на самом деле нужно менять то, что у нас в голове. В голове у нас находится много всего. В психологии это называется «установки». Всех приветствую, кто к нам присоединяется. Да, привет-привет. Можно писать в комментариях, кого как зовут, потому что не совсем понятно из никнеймов, кого как зовут. Меня зовут Элина Ибрагимова. Добрый день, добрый день. Сегодня я с вами поговорю именно по поводу установок на деньги. Что такое установки? Это некоторые наши верования, которые были навешаны нам, как правило, с детства, потому что 85% установок приходят к нам из детства. Какие-то мы хватаем в фильмах и так далее, и так далее. О, приветствуем жителей Казахстана, да. Вот. Новосибирск с нами. Здорово. Очень приятно. Ой, прошу прощения. Я сама в Москве живу в данный момент времени. До этого проживала и в Сиднее, и в Америке, и в Гамбурге, и в Европе. Так что привет немцам, кто сейчас мучается от домашнего заключения, так же, в принципе, как и мы. Марина, приветствую, Беларусь. Вот. Ну да ладно. Я буду пока посматривать, кто к нам еще присоединяется. Давайте поговорим. Установки — это наши верования, которые формируют, по большому счету, нашу реальность. Почему? Потому что именно то, что у нас в голове, определяет, какие возможности мы видим в жизни, какие возможности мы не видим. Как мы реагируем на определенные события, что мы упускаем, на что мы обижаемся, чего мы боимся, к чему мы стремимся, от чего мы бежим, и как все это происходит. Если честно, сегодня я бы хотела сделать более практическое занятие. Я вот все ждала, пока к нам присоединится побольше человек, чтобы посмотреть, есть ли там люди, кто уже прослушал мои вебинары, которые я дала. Если нет, друзья, заходите в YouTube. А, вообще-то так, давайте я сделаю подарок, потому что я вдруг начала говорить, что можно подписаться на мой канал и посмотреть все эти три вебинара бесплатно. Но на самом деле там только один вебинар выложен, а два других, они закрытые для членов моей команды. Поэтому, если вас заинтересует сегодняшняя тема, то, что мы сегодня проделаем, то напишите мне в личку, и я вам как подарок скину все три вебинара абсолютно бесплатно. Вы их посмотрите и сделайте. Эти вебинары взяты из одной методики, которая стоит достаточно хороших денег. Понятно, тут в основном все новички, так же, как и вы, поэтому, ну, значит, сегодня поработаем так. Вот. И они являются очень эффективными. Методика сама запатентованная. И научно доказано, что это работает. Вот. Ну, это как бы методику я адаптировала. Сделайте три вебинара, с которыми я с радостью поделюсь с вами ими. Прямо это, ну, я не скажу, что перевернет вашу жизнь. Это перевернет вашу жизнь. И я вам это лично обещаю, если вы все прослушаете не один раз и сделаете... О, Люда, привет! Наталья, привет! И сделайте все упражнения, которые там написаны. То есть в этих трех вебинарах, почему я сегодня... Леана, здравствуйте! Почему я сегодня и не хочу тратить время на теорию? Потому что на самом деле три вебинара по два часа практически, но это вот то, что нужно, чтобы понять, что происходит и что с этим делать. Вот. А сегодня мне хотелось бы более практические... Сделать более практический эфир. То есть поработать с кем-нибудь из вас в прямом эфире, кто захочет. И вот кто захочет, вы пишите «Я хочу» в чате. Мы посмотрим, найдет ли такой смельчак. Что нужно будет делать? Я пока объясню. Потом я немножко все-таки поговорю о теории, потому что я вижу, что большинство присоединившихся все-таки новички. Но это вот будет потом. Сначала я расскажу, что нужно делать будет, как со мной работать. Если вы ответите «Я хочу», и я включу вас в прямой эфир, что будет происходить? Я вам буду задавать ряд вопросов. Ну, мы, во-первых, выберем с вами область, в которой мы будем работать. И сегодня у нас область денег. Во-вторых, мы выберем с вами ту сумму денег, которую вы хотите зарабатывать, начать. И проработаем ее с определенной наклонностью. Я эфир этот запишу, поэтому, если все будет хорошо, конечно же, с техникой, выложу потом на YouTube-канал, и можно будет пересмотреть. Все остальные, кто будут слушать этот эфир, записывайте вопросы. И старайтесь делать вместе с участниками, кто будет участвовать тоже. Почему важно делать именно в эфирах, в прямых эфирах, в каких-то группах, то, что я вам сегодня дам, я сама буквально неделю назад прошла на закрытом занятии с очень высококлассными психологами, и получила для себя удивительное совершенно открытие касательно моей же темы денег, несмотря на то, что с деньгами у меня тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. И я в психологии уже лет 20. Тем не менее, здравствуйте, тем не менее, было куча инсайтов. Я нашла около 40 моих установок, которые мне нужно проработать на деньги. Соответственно, я их все собираюсь проработать и увидеть, как мое материальное состояние еще от этого улучшится. А пока давайте про установки. Немножко, несколько слов расскажу, вот общая о теории. То есть это установки, и это, по большому счету, заморочки в нашей голове, которые формируют нашу реальность. Елена, здравствуйте. Каким образом они формируют? Мы можем проходить мимо каких-то возможностей. Мы можем не брать какие-то возможности, считая, что мы недостойны. Мы можем начинать зарабатывать деньги, потом резко пугаться и делать что-то, что саботирует наш труд, результат и так далее. Мы можем не подойти, познакомиться к определенному человеку, потому что будем считать, что это неважно, не для нас, по любым причинам. Мы можем не принять знакомство другого человека в нашу сторону, и, соответственно, таким образом тоже выпускать возможность. Мы можем не выбрать пойти в определенное место. А будь у нас в голове что-то по-другому, мы бы выбрали по-другому. И там не познакомиться с кем-то, или там не увидеть что-то. Вы знаете, в свое время мне очень произвел большое впечатление один мой друг, он турок, очень известный ресторатор по всему миру. Вот у него и в Уфе, кто живет в Уфе, знает там тоже рестораны. И когда мы с ним шли по улице, он просто... Тогда у меня с деньгами было еще хуже, но я всегда отличалась тем, что я всю свою жизнь наблюдаю за тем, что делают успешные люди. Ну и, соответственно, повторяю это. Потому что если они заработали уже столько-то денег, значит, что-то они делают правильно для того, чтобы эти деньги к ним приходили. Так вот, что меня поразило в моем друге? То, что он смотрел везде и видел, о боже, вот же возможность денег заработать. И вот, и вот, и вот. И пока мы шли, он периодически уже звонил, что-то решал и уже запускал новые проекты. И эти проекты были самые удивительные, от маленьких до больших. Вплоть до того, боже, здесь же можно поставить мороженщика. Место прямо просит. Понимаете? А я шла, я не видела эти возможности. Почему? Да, в том числе и недостаток опыта. Но это еще и установки. Вспомните, сколько из вас... Вот давайте теперь про установки, про деньги поговорим, да? Как часто мы слышим «деньги зло», как часто мы слышим «бедный, зато честный». Вот где здесь знак равенства-то? Что все богатые, значит, там, злые, я не знаю, женоненавистники, мужоненавистники, подлые люди, что ли? Но ведь так же не бывает. Человек либо там добрый, либо недобрый. И степень его достатка не зависит. Но почему же вот эти вот формулировки так сильно вбиваются к нам в голову и на самом деле управляют нашей реальностью? Через нас, естественно. То есть мы сами выбираем, делаем те или иные выборы и формируем нашу реальность в зависимости от того, что у нас в голове. Именно поэтому так популярны все эти техники, там, визуализации, аффирмации и так далее, и так далее. Потому что это уже осознали давно в мире. Проблема только в том, что не было вот до недавнего времени, относительно недавнего, не было какой-то вот правильно, с детства так воспитали. Потому что 85%, даже 90% наших установок мы несем с детства. Вот у меня, например, с детства была установка, надо много работать, чтобы заработать деньги. Я, когда выросла, немножко, ну, пообтесалась в жизни, я подумала, господи, да с хрена ли? Надо работать много, чтобы заработать много денег. Да совершенно не надо. А нет, установка в детстве, внушенная мне родителями. И, естественно, отгадайте, много ли я работала до тех пор, пока не осознала, что все это просто чушь. Много. Сейчас я работаю намного меньше, получаю намного больше. Где взаимосвязь? Нет взаимосвязи, потому что нашим миром управляет только то, что у нас в голове. Вот сегодня мы это и будем выявлять. Я прошу прощения с такой долгой прелюдии, но, во-первых, я жду немножко людей. Во-вторых, я жду, кто из вас напишет в чате, что он хочет сегодня поработать в прямом эфире. Потому что, ну, либо я с кем-то работаю, либо я ни с кем не работаю, просто зачитываю вам вопросы, вы сами по себе отвечаете. Но тогда по большому счету смысл прямого эфира, когда есть возможность прям поговорить со мной. Вот. Ничего страшного происходить не будет, это точно. Вот. Бери лопату больше и кидай дальше. Что это означает? Да, вот установку пишут в чате. Ну, что нужно самому идти, самому впахивать и работать. И что деньги не могут к тебе приходить просто так. Да ведь? Да могут. Почему не могут? Именно поэтому есть люди, которые выигрывают в лотерее. А есть люди, которые не выигрывают в лотерее. Потому что люди, которые выигрывают в лотерее, у них глубоко внутри сидит то, что чудо всегда возможно. А у кого-то сидит, что чудес не бывает, понимаете? Вот давайте дальше про деньги. Вспоминайте, у кого какие установки, кто слышал в детстве. Кстати, все, что говорили ваши родители, скорее всего, внутри вас. Все, что говорили или во что верит ваш возлюбленный, муж, жена и так далее, скорее всего, внутри вас. То, о чем говорят ваши ближайшие кругы окружения, то есть ваши друзья, скорее всего, внутри вас. И все это влияет на вашу жизнь. Более подробно именно с теорией, с тем, как проработать то, что мы сегодня... Сегодня у нас прямой эфир. Когда мы покопаем глубже в этой теме, вы каждый уйдете с этого прямого эфира. Возьмите, пожалуйста, кстати, ручки, листочек, и вы каждый уйдете со списком прям своих установок. Одна из прелестей жизни, я бы сказала так, из прелестей нашей психики заключается в том, что частично проблема начинает решаться, уже когда мы ее осознаем. Но, к сожалению, это работает только на такие достаточно поверхностные установки и установки, которые мы нахватали в жизни год, два, три назад. Как правило, просто осознать свою проблему недостаточно, чтобы решить какую-то проблему с детства. Это нужно... Вот Наталья пишет. Нежели богато, нечего и начинать. Вот, Наталья, это значит, что сто процентов эту установку надо самой проработать. У меня недавно очень моя близкая подруга, совершенно потрясающего дарования финансиста, зарабатывающая очень много денег, вдруг поняла, что она уперлась в определенный потолок доходов. И когда мы начали с ней копать эту тему, отгадайте, что всплыло. Нежели богато, так нечего и начинать. Вот как только она подошла к моменту, как вот ей... Вот сейчас я этот рубеж перейду в доходах, я прям буду считать себя богатой. Вот все. Рубеж был просто непреодолимым. Вот примерно так. Так, ну давайте еще подумаем про установки, какие бывают, про деньги. Я их просто столько проработала, что они не всегда приходят уже на ум даже. Да, здравствуйте, Елена. Мы сегодня разговариваем про деньги и про то, как их поменять. Друзья мои, вас уже здесь так много, точно никто из вас не хочет со мной поработать. Повторяю, что надо будет делать. Нужно будет отвечать в эфире, правда, на мои вопросы. Вопросы будут следующего типа, что мы выберем, ну область мы уже выбрали, мы сегодня о деньгах говорим, выберем сумму денег, которую вы хотите прорабатывать. И по большому счету ответами на вопросы вы посмотрите, что вам мешает иметь эту сумму прямо вот условно сегодня, завтра, послезавтра в своей жизни. И поверьте мне, если этой суммы еще нет, это значит, что вы по тем или иным причинам не хотите эту сумму в свою жизнь. Почему? Потому что это либо не есть вот опасность, либо вы тогда будете, вот я бедный, зато честный. Это установка, которая просто большинство людей нашей страны из Советского Союза, вот ее вынесли. Вот. Если установки у нас есть, то они для чего-то нужны. Ну смотрите, если рак у вас есть, если у вас завелись глисты, если, ну продолжаем сами, да, в том же духе, то значит это для чего-то надо. И что это значит? Что мы ничего по этому поводу делать не будем? У нас же есть и позитивные установки. Ну вот, например, одно из позитивных установок, которое я могу сказать, тоже помню, из детства. Это как мой папа говорил, что если ты делаешь работу, ты ее делай хорошо. Но если ты делаешь, собираешься сделать ее, ну, у тебя пляпы или на отвали, так нечего, и начинать такую работу делать так не делают. Вот. И вот эта установка, она позитивная, естественно, я ее менять в жизни не собираюсь, потому что она обеспечивает мне то, что моя работа всегда сделана хорошо. Не идеально, заметьте, но всегда достаточно хорошо, что мне за нее не стыдно. Вот. Без труда не выловишь и рыбку из пруда, да, тоже. Давайте все будем много работать, спахать, упахиваться. И с завистью, слэш, да, там, как запятая, с раздражением, с усталостью смотреть на тех, кто не работает и зарабатывает деньги. Понимаете, в жизни мы сами выбираем путь. Мы можем выбрать жить так, мы можем выбрать жить по-другому, мы можем выбрать его для здоровья, да, я вижу здесь многие из компаний Global Trend, пить там нам нано-бальзамы и поправлять свое здоровье. Можем выбрать позицию, что говно это все и не пить, и не поправлять свое здоровье. Соответственно, Ирина к нам присоединилась. Привет. Привет. Мы сегодня про установки, про деньги. Не хочешь ли ты поработать в прямом эфире? Напишите мне кто-нибудь. Люда, Наташа, кого я тут лично знаю. Кто-то хочет или все стесняются? Работать до седьмого пота. Вот тоже замечательная установка, да. А почему бы просто не поменять эту установку, например, на деньги приходят ко мне легко и быстро. И потом не пойти и не узнать, что ваш ребенок выиграл какой-то грант, что он победил в каком-то, ну, в чем-то и так далее. Отлично, Ириночка, молодец, что ты пришла на эфир, потому что все остальные стесняются. Ну, в общем, я думаю, по теории все понятно. Естественно, друзья мои, я здесь пробежалась просто по верхам, потому что смысл... Во-первых, я не хочу затягивать прямой эфир, тем более, что он для меня вообще первый, в принципе, в Инстаграме. И должна сказать, что в таком формате мне нравится, но слегка волнительно. Вот, поэтому второй, возможно, будет дольше. Да, Люда, говорите за себя, потому что вы не знаете, что происходит в мозгах других людей, а вот то, что вы стесняетесь, это я поняла. Вот, да, поэтому давайте берите ручки с листочками, и мы сейчас просто отвечайте на те же вопросы, на которые будет отвечать Ирина, только Ирина будет это делать вслух, и вы увидите как. А вы это будете делать про себя. Как отвечать на вопросы? Можно закрыть глаза, можно не закрывать, но нужно посмотреть вот куда-то вот внутрь себя. и представить просто эту ситуацию, что вот, ну, она уже произошла. Я буду вести голосом, вы посмотрите. И потом просто очень откровенно, не боясь и не стесняясь, ну, посмотреть, а что же у меня, вот где мой ответ. А сейчас мы попробуем это проделать с Ириной. Я включаю её в прямой эфир. Татьяна, приветствую. Вы как раз вовремя. Берите ручку с листочком. Сегодня про установки, про деньги мы уже поговорили. Привет, Ириночка. У тебя звук работает? Да, наверное, работает. Всё работает. Я тебя тоже слышу. Я сейчас... А, чат я всё равно вижу. Всё отлично, понятно. Я не готова была. Нет, на самом деле страшно ничего не будет. Сама это сделала буквально в прошлый вторник. Была в диком восторге. И жажду поделиться со всеми вами. Смотри, значит, мы сегодня про деньги. Соответственно, ты хочешь улучшить своё состояние? Конечно. Если ты действительно хочешь, вот, кстати, про хочу, ты хочешь, потому что ты хочешь, и потому что я хочу ездить там на машине лучше, жить в квартире лучше, покупать лучше шмотки, ну, неважно, да, там продолжится список. Либо же ты хочешь заработать какую сумму? Вот какую сумму ежемесячного дохода, о чём мы говорим, Ирина? Пятьсот. Тысяч? Во сколько раз это больше, чем твой настоящий доход? Ну, примерно. В тридцать небольшим. В тридцать небольшим это хорошо. Друзья, смотрите, нам нужно сейчас с вами каждому выбрать цифру, на которую он хочет свой месячный доход. Общее правило это взять свой нынешний доход и умножить на три. Но, скажу честно, ну, например, меня эта сумма не возбуждает вообще. То есть она не мотивирует, нету вот этого вот как жужжания в груди, как вот прям хочу, не могу. Вот, а нужно, чтобы было. Вот пятьсот тысяч у тебя даёт вот это жужжание? Честно говоря, хочу, не могу, жужжание даёт сумма ниже. Да, какая? Ну, вот мне бы триста, она вот жужжит, да. Для меня она сейчас кажется наиболее реальной. А пятьсот нереально. Вот. Норма. Когда мы будем прорабатывать триста, да. Ты знаешь, просто Ирина у нас тоже занимается по методике, вот о которой я рассказывала. Но, ещё раз повторяю, для вас совершенно не обязательно тратить деньги и покупать. Я здесь не для того, чтобы вам её продать. Я здесь для того, чтобы поделиться бесплатной информацией. Соответственно, сейчас, Единочка, две секунды. Для тех, кто присоединился, вы сможете, вы можете написать... Интересно, я могу тебя сделать чуть поменьше? Было бы неплохо. Да, не могу. Значит, вы можете написать мне в директ, и я потом бесплатно совершенно скину вам ссылки на три вебинара, потому что на моём YouTube-канале только один доступен, а два они закрытые, доступ только по ссылке. И вы сможете посмотреть и точно уже понять. Там я обосновываю, разжёвываю, рассказываю вот эту теорию. То, что у вас не останется никаких сомнений, что установки есть установки, и почему они возникают, откуда, как они прорабатываются, как они уходят из нашей жизни. И таким способом, и таким, и что конкретно. Вот я не люблю, честно сказать, ни в одной ситуации, ни в одной области жизни, я не люблю вот просто сесть и порассуждать красиво, ради того, чтобы получить оргазм ума, поговорить с умным человеком. Ну, я всегда практика. Мне нужно знать конкретно, как это применимо на практике, и как конкретно я могу вот сейчас встать, уйти и улучшить мою жизнь. Вот поэтому все мои вебинары, которые я вам рекомендую, они именно на это и направлены. Что конкретно я могу сделать сейчас, чтобы завтра моя жизнь была лучше, чем сегодня? Ну, естественно, если вы ничего не будете делать, ничего не изменится. Тут уже нет. Ладно, Ирина, давай возвращаемся тогда к тебе. Мы выбрали, ну, придется взять 300 тысяч, потому что если 500 тысяч – это ненормально для тебя, вот, друзья, вы тоже слушайте, берете сумму, да, умножаете на 3. Если вам эта сумма кажется нереальной и ненормальной, это тоже установка, она тоже прорабатывается. Просто как это делать, я не даю в этих трех вебинарах. Соответственно, ну, мы и сейчас это делать не будем с Ириной, и поэтому мы возьмем сумму поменьше, которая ей кажется нормальной, которая у нее все равно жужжит, ей ее хочется, и она хочет. Вот будет это 300 тысяч рублей, да? А, забыла еще сказать про «хочу». Вот эта сумма. Эту сумму ты хочешь заработать, потому что ты хочешь заработать? Или эту сумму ты хочешь заработать? Вот сейчас, внимание, каждый внутрь себя, посмотрите. Или эту сумму вы хотите заработать, чтобы кому-то что-то доказать? Или кому-то утереть нос? Или сделать вопреки кому-то, что он тебе сказал, ты никогда не достигнешь, и ты придешь и скажешь, «на тебе, я достигла». вот отловите этот момент если вы просто хотите эту сумму потому что я хочу квартирку, машинку, еще что-то и так далее потому что я хочу или вы хотите эту сумму, чтобы доказать своим родителям друзьям, начальникам само себе скорее всего тоже будет считаться, что я там что-то могу вот когда у вас второй вариант, думайте про сумму и ищите ту сумму которую вы хотите не чтобы кому-то утереть нос так никогда не сработает у нас включится очень сильное сопротивление в психике и мы будем сопротивляться этой своей цели и скорее всего просто саботируем все свои усилия поэтому мы ищем ту сумму которая нас зажигает вот слово, которое я искала ту сумму, которая зажигает и которая нужна лично для нас 300 тысяч все вот мне очень понравился пример, который приводили что как найти вот свою сумму тоже у нас был разговор о том, что одна сумма вот вроде как как у Ирины такая реальная но все-таки зажигает но вот более реальная к моей жизни а вторая сумма прям вот кажется нереальной это вот когда вы пришли допустим в автоцентр покупать автомобиль и подходите и видите что одна такая вот ну новенькая, хорошенькая вот вроде как для меня а вторая стоит ну просто машина моей мечты которая стоит космических денег отгадайте, что надо выбирать машину мечты которая стоит космических денег Ирина, поэтому ты понимаешь да, куда я веду тебе нужно просто проработать норму и потом качать вот отвечать на эти вопросы все те же самые именно вот про космическую машину а всем остальным поскольку вы не знаете как это делать ничего страшного даже если вы купите машину намного лучше чем уже которые у вас есть да, вам все равно будет очень сильно приятно радостно и лучше жить дальше все так, Ириночка все, мы начинаем значит начинаем все, Наталья да, если просто зарабатывать никому ничего не хочу доказывать значит берем сумму нынешнего дохода умножаем на 3 смотрим зажигает, не зажигает не зажигает умножаем на 10 самое главное чтобы она казалась нам реальной в принципе что вот если у меня к примеру да, Наталью я просто знаю лично член моей команды соседи вот то есть если у тебя пойдет глобал тренд ты можешь через 3 месяца ты не знаешь как будет как быстро он пойдет и уже может быть эта сумма то есть если в принципе ты себе как-то можешь объяснить и она кажется реально значит бери ее поэтому мы стремимся ну вверх только к звездам все начнем Ирина ну вот скажи я хочу зарабатывать 300 тысяч рублей в неделю или в месяц в месяц для начала в месяц хорошо почему ты отказываешь вот что делаем да, напоминаю смотрим внутрь себя представляем либо визуализируем себе эту ситуацию и ну ищем ответ именно внутри себя почему ты отказываешь себе в своем желании сейчас вот просто вот иметь вот эти 300 тысяч рублей в месяц с чем ты боишься не справиться когда у тебя будет эта сумма отвечать или каждый из да, да, отвечать конечно у меня первое что пришло что я недостойна таких денег вот друзья у нас у всех приходит эта установка сама ее прорабатывала пишем я недостойна первое я недостойна вообще можно точечку поставить для Советского Союза всех кто там родился и проработать как я недостойна а потом можно проработать я недостойна зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц вот тоже прям отлично с чем еще боишься не справиться если у тебя будут эти деньги Аида привет мне кажется что появится много термоедов термоедов это будут родственники друзья или вообще родственники тоже очень сильно распространенная проблема что тогда мне придется кормить своих родственников или делать подарки своим родственникам или тогда мне придется отказывать своим родственникам ну вот в их просьбах потому что я не захочу их выполнять то есть так и пишем если я буду зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц Ирина ты можешь не писать лучше это в состоянии внутрь оставайся как бы я отвечаю на вопросы а потом переслушаешь записи и запишешь то есть если я буду зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц то мне сядут на голову то ну запятая то это значит мы заново переписываем первую часть да и подставляем уже другой другой хвостик то мои родственники будут от меня требовать подарков денег так далее а я не захочу их давать то мои родственники с меня потребуют больше чем я захочу им дать понимаете то есть я сейчас перечисляю разные возможные варианты для вас именно для тех кто смотрит эфир не для Ирины чтобы вы посмотрели прошу прощения что откликается внутри у вас что вот свербит на что возникает отторжение или на что возникает боль или на что вот что цепляет понимаете это может быть как в позитивную сторону так и в негативную либо вы можете действительно вот те кто более открыт к изменениям да они вот слушают думают ой это же про меня надо срочно записать и проработать те кто менее открыт у кого включится сопротивление могут себя и сейчас начать отлавливать на мысли боже что за рожа в телефоне какой у нее красивый голос блин я трачу свое время мне надо лучше пойду сделаю это друзья мои это все называется сопротивление но для второй категории говорю что чем выше у вас сопротивление на ту или иную проработку на того или иного человека на ту или иную информацию которую вы сейчас слышите тем больше эта информация изменит вашу жизнь да нам нужна сила воли да нам нужна какая-то постановка цели и заставлять себя что ли преодолеть это и пойти сделать но поверьте мне это тогда изменит вашу жизнь намного больше но опять таки не будете ничего делать ничего не поменяется вот ирина почему задай себе пожалуйста вопрос почему я не могу себе разрешить масштабные цели ну норму мы поняли а еще почему 500 тысяч в месяц миллион два три миллиона почему я себе не могу разрешить 350 380 ну вот ответ какой мне первое что пришло на ум это небезопасно для меня для моей жизни вот тоже установка большие кстати это связь в том числе это вот Ирина для тебя говорю вот установка для всех остальных зарабатывать большие деньги это опасно зарабатывать большие деньги может быть опасно большие деньги это опасность вы знаете вот опять вспомню про другую подругу свою ну ни у кого из нас слава богу проблем с деньгами нет и соответственно решил человек из найма перейти ну во фриланс там в собственный бизнес и так далее разработала совершенно уникальнейший проект абсолютно потрясающий там бизнес план упаковка и так далее я когда его смотрела меня попросили оценить ну как эксперта я была в полнейшем восторге плюс еще это действительно то что приносит людям благо то что их меняет тоже в финансовой части и я просто стала уважать свою подругу еще больше просто увидев что она выдала с чем она хочет выйти в мир как бизнесмен получилось ли у нее при том что у нее были финансы упаковать грамотно сделать и так далее и так далее не получилось не получилось на рекламу которую грамотные таргетологи поставили сделали сайт упаковка сама товара это были вебинары по финансам как сформировать финансовое мышление подростки дети взрослые собственники бизнеса там разных бизнесов и так далее это все было просто идеально ничего не получилось почему потому что иметь собственный бизнес для нее равно смерть поэтому наше подсознание хочет чтобы мы выжили и никогда у нее не будет собственного бизнеса до тех пор пока она не проработает эту установку это вот просто вспомнилось как ну параллельная история что ли вот к тому что Ирина сказала большие деньги это опасность поэтому все кто хоть как-то чувствует вот вы закрываете да я надеюсь глаза как-то смотрите внутрь себя визуализируйте эту ситуацию что у вас много денег если это опасно обязательно нужно с этим разбираться потому что какой бы вы не были умный хороший профессионал больших денег не будет КПД вашего действия будет равен нулю потому что это равняется смерть или сильная опасность для вас вот ладно давай дальше вот уже у нас вы заметили да формируется список установок которые потом просто что с этим списком нужно будет сделать после вебинара как я говорила это посмотреть три моих вебинара про деньги где я поподробнее все это объясняю и именно на этих трех вебинарах я и даю конкретно что делать с диктофоном будете себе и отработать ну если вам это надо так хорошо дальше Ирина почему ты сейчас вот именно сейчас завтра не разрешаешь себе иметь эту сумму вот прямо сейчас закрой глаза и представь что завтра тебе на банковскую карточку ты открываешь Сбербанк онлайн там эта сумма и она будет появляться там каждое что у нас сегодня 10 число 11 число месяца вот она просто появляется всегда вне зависимости от твоих усилий и вот она ну вот уже появилась сегодня вот ты сейчас только открыла ее вот и выведела почему ты себе не разрешаешь ну вот слово пришло ворует вот воровство какое-то то ли я ворую то ли у меня воруют непонятно пока а есть ощущение что ты не заслужила этих денег да это конечно да вот это еще к первой установке то что я недостойно ну недостойно иметь и не заслужить это немножко разные вещи потому что чтобы заслужить нам нужно что-то сделать первое знаем да наше детство когда наши родители говорят вот ты сделала что-то плохое я тебя не люблю соответственно что ребенок думает что надо делать что-то хорошее надо быть хорошей девочкой чтобы заслужить любовь мамы или папы потом мы вырастаем и считаем что нам нужно впахивать обязательно весь месяц чтобы заслужить ну сразу маленькую зарплату я извиняюсь да но тем не менее вот то есть вопрос в том что нужно заслужить из этого можно какие установки сделать деньги надо заслужить деньги невозможно получить без работы что еще тебе приходит науку ищи внутри что у меня будет мало свободного времени то есть мне придется больше еще одна чем больше денег тем меньше свободного времени да если у меня будет 350 тысяч рублей в месяц то у меня не будет свободного времени вот вам пожалуйста еще одна установка да так хорошо сейчас секундочку я подумаю что тебя еще спросить закрой ну как закрой не закрой глаза это я уж образно говорю и представь вот еще что у тебя уже есть и прям проговори себе потому что ну визуально это визуально все таки сама знаешь что надо вслух проговорить кстати друзья мы проговариваем всегда все только вслух во всех проработках потому что наша психика реагирует стопроцентным образом только на наш голос не на наши мысли там мысленные аффирмации можно до пенсии проговариваться вот я еще скажу что я такой человек который ну как-то надо сделать какое-то ограниченное время определенное и получить результат я не готова чем-то заниматься до пенсии чтобы потом на пенсии его получить понимаете то есть за эффективность вот эффективно говорить вслух вот скажи я уже зарабатываю я уже зарабатываю 300 тысяч рублей в месяц в месяц и что при этом происходит что ты чувствуешь что изменилось в твоей жизни на установки не выхожу просто головой ты порассуждаю я сейчас тебя сама выведу ну вот головой чувствую как будто это все реально и тогда мне станет намного легче проще вот я смогу позволять себе то например что не могла позволить бы сейчас вот теперь друзья мои все кто смотрит нас да вы тоже это записали или потом когда будете взять и прослушивать вы прям отвечайте и записывайте сначала свои рассуждения вот как Ирина сейчас проговорила видите она не может сразу вычислить свою установку потому что нет опыта нет еще вот этой насмотренности мы еще недостаточно там с ней общаемся на эту тему и так далее и так далее она это еще не щелкает тем более так же и вы поэтому вот записываем свои ну как сочинение да пишем вот вот и тогда и тогда и тогда вот все что в голову приходит все записываем а потом берем и вот буквально по 2-3 словосочетания смотрим что получилось Ирина сказала тогда мне будет намного проще и вторым шагом мы задаем вопрос ко второй части вот своих рассуждений а почему ты сейчас не разрешаешь себе чтобы тебе было намного проще почему ты это себе не позволяешь если тебе прям сейчас станет намного проще то что у меня просто цепочка выстроилась намного проще значит мне будет проще там выплачивать за свою квартиру если мне будет проще выплачивать за свою квартиру, то я буду бездельничать как будто. Ну, то есть, вот как будто мне деньги нужны для того, чтобы их отдавать и подтверждать свою какую-то значимость и вот что-то такое. Вот тут сразу две темы у нас возникло. Первая тема — это если, значит, я буду зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц, а не дай бог 500, я буду бездельничать. А бездельница — это плохо, и нас с детства учили, что нужно быть трудолюбивыми девочками, и мальчиками. И много работает, да, вот там уже мы раньше обсуждали с другими членами чата, и поэтому, ну как вот, это ж нехорошо, много-то не работает. А то, что там британские аристократы всю жизнь бездельно проводят, это нормально, да, миллионами наручивать. Вот всё в голове, всё в голове. То есть, опять-таки, просто записываем установку, просто прорабатываем. Кстати, для тех, кто уже боится количества того, что он понаписал, я надеюсь, что это много, поэтому, ну вот, пока мы тут с Ириной общаемся, скажу, что на самом деле установок очень много, но их конечное количество на каждую тему. И жизнь ваша поменяется, когда вы проработаете большую часть этих установок. А не поменяться она просто не может. Я вам говорю, как живой, ходячий пример человека, который это сделал. И то я ещё даже не в конце пути. Но, мама, ну сейчас даже вот уже 45 минут мы с вами тут общаемся, не хочу задерживаться. Я расскажу как-нибудь вот мой путь, и что у меня в жизни менялось по, в результате вот проработки, работе, работы со своей психикой. Поэтому начните это делать, уверяю вас, вы увидите результат. Вот. И следующее, что слышно было, что, как ты сказала, что мне нужно для подтверждения, что я классная? Ну да, что я чего-то стою. Ну вот как что-то, да. То есть если у меня будет 350 тысяч рублей в месяц заработок, то только тогда я буду классной. Да? Вот. Да. Если у нас, слышите, да, наверное, те, кто хоть чуть-чуть знаком с психологией, что-то самооценка, что мы подтверждаем собственную классность путём. Только если. Кто-то денег, кто-то наличием мужа, кто-то наличием детей, ну и так далее, и так далее. Кто-то там крутой машиной. Вот. Я классная, если. Можно, кстати, даже сделать такое упражнение, сесть, написать, я классная, если. И дальше писать, чтобы было вот прям вот всё, что идёт в голову, всё выписывать. И это всё ваши установки. Ну, понятно, что я классная, если. Первая часть. И потом всё, что через запятую вы написали. И всё это тоже проработать. Очень сильно поможет. Самооценка. Значит, мы ещё, Ирина, ну, работаем над тем, чтобы... И самооценка практически... Ну, у половины населения нашей страны это точно. Более того, я бы даже рискнула сказать, что у половины населения древнего шара. Я классная, только если. У меня это есть. Только если там... Ну, и так далее, и так далее. Вот. Да. Да. Так. Теперь, пожалуйста, посмотри. Вот уже такая ситуация. Прошло... Ну, сколько? Прошло 6-8 месяцев в год, как у тебя каждый месяц. И мы сделаем так даже облегчим. Ты прям нашла классную работу, которая тебе нравится. Поэтому ты прям своим тяжким трудом зарабатываешь эти 350 тысяч. И вот так ты прожила уже год. То, как... Что в твоей жизни? Что не так? Что тебя сдерживает? Почему у тебя через год ещё нет 500 тысяч дохода или ещё больше? Да, это первое, что у меня прошло. Почему через... Прошёл год, и я получаю 300. Почему? Все вопросы у нас... Все ответы у нас всегда внутри. Никто вам не даст ответ до тех пор, пока вы сами туда не залезете внутрь и не посмотрите. Поэтому ни на кого не надеетесь. И поэтому проработки все эти так эффективны, потому что все ответы внутри. Вот сейчас как будто вы... Алло, Ирина, ты пропала. Да, да, да. Позвала, пошёл. Если я... Если мой доход будет увеличиваться, я буду продолжать развиваться. То есть на развитии ещё... с завязкой. Вторую установку, я считаю, даже пока... не нужно менять. Отлично. Хорошо. Катерина, можно сделать следующий эфир? Я вот вижу, ты тут пишешь. И можешь поучаствовать тоже. Можно на какую-нибудь другую тему сделать, если вы хотите. Потому что у нас ещё есть тема, да, отношений, тема себя, тема здоровья опять-таки. Как мы знаем, да, многим людям надо поболеть, чтобы в жизни что-то осознать. Так давайте мы быстрее осознаем это через проработки, посмотрев на... про себя не придётся тогда долго болеть. Ну, это так, к слову. А что ты ощущаешь, вот визуально ощущаешь? Вот сейчас у тебя уже несколько месяцев. Почему я всё время ей говорю одно и то же? Я пытаюсь с разных сторон зайти, потому что там... ну, минимум 100 вот проработок, которые ей мешают иметь этот доход. Соответственно, мы сейчас пытаемся накопать как можно больше. То есть, Марина, вот задайте, кстати, себе вопрос, пока Ирина... И вот представляй, вот уже ты себя приблизила к результату. Что ты чувствуешь? Ну, что вот происходит? Марин, а вы... Смотрите, у вас прям целая установка уже идёт в тексте. Наверное, надо развиваться. Спросите себя, что я буду чувствовать, если я буду развиваться? Развиваться. Если я буду развиваться, то что происходит? Произойдёт. Кстати сказать, вот могу вам даже накидать... Ну, я просто много... С кем работаю, вот... Это то... Произойдёт что? Что моё окружение от меня отвернётся. Что я потеряю всех друзей, потому что я перейду выше по социальному статусу. Что я уйду от мужа, потому что он... Он будет... Он зарабатывать меньше меня. Что мой муж уйдёт от меня, потому что... Он не сможет это, а я его люблю и не хочу, чтобы он не выходил, да? Что моя идея... Потому что мы будем богаты, и я буду всё покупать. И так далее. И так далее. Вот, то есть... Спрашивайте себя, значит, что произойдёт, если я буду развиваться? И потом спросите себя, почему я себе сейчас... Сейчас ещё не даю развиваться. Я понимаю, что вопросы вот очень схожи звучат, но вы каждый раз будете что-нибудь доставать. Мы поэтому с разных сторон и заходим. А потом представьте, что вы уже развиваетесь какое-то время, достигаете разных целей, становитесь лучше, как женщина, и в деньгах там. Ну вот можно разбить это тоже, да, по областям именно. Потому что в один момент времени, всё-таки, из собственного опыта скажу, наверное, лучше всё-таки фокусироваться больше на какой-то одной области. Вот. Соответственно, если я буду развиваться, я вот уже развиваюсь, и что? Что я чувствую, что со мной происходит? И так далее, и так далее. Вот прямо покопайтесь внутри себя. Тоже очень много установок будет, что препятствует именно развитию. Вернёмся к Ирине. Итак, вот ты вот приблизила себя к результату. Визуально прям представляешь, что ты вот сейчас ощущаешь. И вообще ты пошла в банкомат, сняла эти 350 тысяч, и такая вот с ними стоишь в руках и держишь. Вот что ты чувствуешь? Ну, чувствую лёгкость. Вот. Но то, что ты проговаривала для других участников нашего сейчас эфира, мне очень сильно позвалось, что в таком случае у меня круг общения поменяется. И я уже буду далека от этих людей, и, соответственно, я их потеряю, останусь одна. Вот. Тут тоже уже несколько федерочек установок. Поговорим об этом. Смотри, а ты хочешь, в принципе, оставить свой круг общения? Потому что, возможно, всё. Хочешь. А, можешь. Значит, ну, во-первых, прорабатываешь установку, что если я буду развиваться, то мой круг общения изменится. Ну, как установку это вот именно прорабатываешь. А во-вторых, делаешь, ну, для Ирины просто скажу, сознательный запрос. Я уже развилась достаточно, но круг общения у меня всё тот же. Идеальную ситуацию рисуешь себе. Понимаешь? Поняла. Вот. Скажите, пожалуйста, из тех, кто уже делал прямые эфиры, у нас какое-то ограничение по времени есть? Час. По-моему, час. Час, да? Ага, у нас 7 минут. Хорошо. Вот, дальше, раз уж мы заговорили за окружение. Ирина, у тебя вот уже какое-то время 350 тысяч рублей в месяц дохода. Твоё окружение будет считать себя ненормальным? Ирина, можешь вопрос повторить? Ото я не слышала. У тебя уже есть 350 тысяч дохода. Твоё окружение будет считать себя ненормальным? Мне кажется, нет. Нет. Всё. Значит, это не твоя тема, но это то, что себя всё время нужно спрашивать. Хорошо. Дальше. А какую выгоду ты получаешь для себя сейчас от того, что у тебя нет этих 350 тысяч рублей дохода? Вот прям, знаете, как нужно говорить? У меня нет 300... Вот прям можно даже проговорить. У меня нет 350 тысяч рублей дохода в месяц за то, что у тебя есть. У меня нет 350 тысяч рублей в месяц, зато у меня есть друзья. У меня есть поддержка близких. Зато я свободна. Зато я могу просто радоваться жизни. Вот. Большие деньги нам, конечно, радостью жизни не доставляют. Зло чёрное просто. Красиво. На самом деле, всё вы... Ещё потом подумаешь, естественно, мы на прямом эфире, я просто за временем послежу, не успеем всё. Вот так вот выписываете всё это за то, а потом начинаете задавать вопрос ко второй части. Зато я могу радоваться. Что тебе мешает радоваться прямо сейчас в жизни? Что ты там ещё говорила? Поддержка... Извиняюсь, друзья, поддержка родственников. Дальше спрашиваешь себя, что тебе даёт поддержка родственников? Вот давай сейчас об этом поговорим. И друзей. Ну, родственников давай начнём с ним. Ну, я чувствую себя не одной, не одинокой. Вот. Страх одиночества, кстати. Да. Да. Вот. Я чувствую себя не одинокой. Я чувствую себя нужной, да? Дальше всё это записали, как если у меня будет 350 тысяч рублей в месяц, то я не буду нужна своим родственникам. То я буду чувствовать себя ненужной. Понимаете? Вот из этого сформировали установку. Дальше спрашиваем себя, а что тебе даёт эта нужность? Вот это вот ощущение, что ты нужна. Что она тебе даёт? Собственную важность какую-то почувствовать, необходимость. Вот. Вот. Есть только если я буду чувствовать себя нужной, я внутри буду ощущать собственную важность. Ну, тут тоже привет самооценки, тоже, конечно же. Понимаете, да? То есть вы улавливаете, к какой цепочке мы идём. То есть сначала мы спрашиваем, а что будет? Ну, или почему у меня сейчас этого нет, зато у меня что есть? Первая цепочка. Зато у меня там... Ой, забыла, что Ирина говорила. Есть поддержка родственников. Дальше мы задаём вопрос такой, а что мне даёт поддержка родственников? Даёт ощущение своими... Ну, так. Всё. Пою... 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 Поик... По натуру... Субтитры сделал DimaTorzok Если у меня было слышно, что я говорила, да? Тогда пройдусь по цепочке еще раз. То есть мы сначала задаем себе вопрос. То есть у меня нет 350 тысяч рублей за то, что у меня есть. Зато у меня есть помощь от родственников. Дальше мы спрашиваем себя во второй части. А что мне дает помощь от родственников? Вот Ирина сказала, мне дает ощущение собственной нужности. Формируем установку. Только если у меня будет поддержка родственников, то я буду чувствовать себя нужной. Отработали ее. Дальше мы себя спрашиваем, а что мне дает вот это вот чувствование себя нужной? Только если я буду чувствовать себя кому-то нужной, то, как Ирина сказала в ее случае, у меня будет ощущение, что там со мной все хорошо. Понимаете? И вот еще одна установка. Потом можно себя спросить, а что мне дает вот это вот ощущение, что у меня все хорошо? Если у меня все хорошо, то что? И что-то, ну, что-то еще снова вылезет. До тех пор, пока вы не дойдете до конца этой цепочки. Друзья, у нас осталось две минуты. Поэтому, наверное, давайте заканчивать. Все равно эта тема обширная и очень большая. В следующий раз можно поработать по какой-то другой теме. Либо же по этой теме, но с другим человеком немножко по-другому. Но об этом мы, наверное, решим в комментариях, в постах моих и в комментариях к ним. Все. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok